НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ Демонстрирует неизвестная мичка окружающим. Несмотря на уговор, она продолжает тащить своего ребенка по полу к выходу. У девочки подвернута нога за пять дней до инцидента. Другие медики наложили на поврежденный участок шину. По утверждению врачей, конфликт спровоцировала мама маленькой пациентки. После того, как последние сняли гипс для осмотра, женщина натрез отказалась возвращать лангетку на место. По неизвестным причинам она в грубой форме, потребовала больше не вмешиваться в лечение дочери и попыталась уйти с плачущим ребенком. Такое агрессивное поведение сотрудника в больнице шокировало. Впрочем, второй участник конфликта – травматолог с 30-летним стажем Антонина Лагунова даже оправдывает своего оппонента, ссылаясь на ее состояние. Скандалистка находится на последних месяцах беременности. Может быть, она устала, я не знаю. Может быть, у нее такая реакция, может быть, как-то психологически ей тяжело, что она беременна еще и этот ребенок с гипсом. Из моего опыта, я думаю, что тут, конечно, нужна психологическая помощь. Ролик взорвало соцсети. У одних пользователей это видео вызвало шок, у других – недоумение. Обсуждение продолжается уже вторые сутки. Представить страшно, что она со своей дочкой делает дома, когда никто не видит. Пусть накажут такую мамашу и ее войлоком потаскают за ручонки. Как же она хотела? Привела и сразу в кабинет зашла? Если ей нужно, так вызывай скорую, пойдешь без очереди. А так все сидят и ждут терпеливо. Есть у кого похуже боли. Теперь, чтобы разобраться в происходящем, женщину ищут следователей. К агрессивной амичке у правоохранителей появилось несколько вопросов. Следственные органы Следственного комитета России по Омской области организовали доследственную проверку. И сразу несколько вопросов находятся в поле зрения следователей. Это, во-первых, почему мама не дождалась оказания медицинской помощи дочери. Может быть, она длительное время находилась в очереди. Может быть, у нее нервы сдали по другим причинам, потому что, например, капризничал ребенок. И, соответственно, будет дана оценка ее поведению и при необходимости действиям других лиц, в том числе по оказанию медицинской помощи. Подобные инциденты с неадекватным поведением родителей в Омске происходили и раньше. В июле 2016 года мячи заметили детей, которые голышом гуляли по карнизу магазина, что расположено на первом этаже пятиэтажного дома. На прогулку малыши выходили прямо из окна своей квартиры. В декабре того же года уже другая мячка систематически избивала и морила голодом свою семилетнюю дочь за четверки в школе, а также для мотивации, чтобы та достигала больших успехов в спорте. А в январе 2017 года пьяная сельчанка избила своего сына кочергой и выгнала на улицу в домашней одежде и без обуви за то, что он упрекнул мать в алкоголизме. На нее завели уголовное дело и изъяли ребенка. Та же участь может ждать и мать в скандалистскую стравпункта. По результатам доследственной проверки силовики будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела. Никита Смирнов, Тахмин Атынысов и Владислав Осинцев. 12 канал.